Северсталь 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 До прошлого года в пачке к трубам мерной длины упаковывали и те, которые чуть короче. Контракты такое допускали, клиенты брали, но конкуренция высока. Предложения на рынке металлопродукции существенно превышают спрос. Чтобы удержать старых покупателей и привлечь новых, было принято решение модернизировать отгрузку. В рамках мероприятий календаря улучшений все отгружаемые трубы стали соответствовать требованиям заказчика на 100%. Новую практику внедряли в два этапа. Сначала в тестовом режиме, а затем на постоянной основе. С осенью прошлого года мы начали отгружать клиентам продукцию, где в пачках находятся трубы мерной длины. В текущем году мы перешли полностью на мерную длину и освоили эту технологию на ПГА и на ТЭСа. И теперь все клиенты получают 100% мерную длину. Все производство, вся работа по совершенствованию логистики, сервиса и оптимизации бизнес-процессов направлена на повышение потребительских свойств продукции. Поэтому 2015 объявлен в компании годом клиента. Это значит не только стабильное отсутствие брака и соблюдение сроков, но и обратную связь с клиентами. Мы пошли навстречу нашим клиентам и теперь 100% заказов отгружаем с мерной длиной. Это позволило нам вернуть часть клиентов, которые не готовы были брать продукцию нашу с немерной длиной, ну и расширить клиентскую базу. Мероприятия календаря улучшений продолжают притворяться в жизнь. На очереди еще немало мер, которые упрочат положение компании на очень конкурентном рынке в нынешние непростые времена. О результатах внедрения бизнес-системы «Северстали» и о ее дальнейших перспективах мы поговорили с директором по развитию дивизиона «Северсталь-российская сталь» Алексеем Солдатенковым. Здравствуйте, Алексей Иванович. Здравствуйте. Бизнес-система «Северстали» действует уже 5 лет. И вот какие основные результаты ее внедрения и какие принципиальные изменения произошли в компании? Компания, с моей точки зрения, стала устойчивее, эффективнее. Это мы видим в наших результатах. Мы одна из самых эффективных металлургических компаний, горно-металлургических компаний в мире. И вклад в бизнес-системы, безусловно, значимый в эту эффективность. Также, кроме, собственно, экономических показателей, мы говорим о том, что реально меняется культура. Мы видим, что за 5 лет в компании существенным образом поменялась культура с упором на лидерство, на вовлеченность персонала, с упором на безопасное поведение. Это особенно видно снаружи. Те люди, которые нас наблюдают извне, наши партнеры, наши клиенты, те люди, которые уходили когда-то из компании, вернулись, они видят, что мы на самом деле стали сильно другие в хорошем смысле. Поэтому не только экономика важна, а также то, как чувствуют себя люди и то, как нас воспринимает окружающий мир. Потому что это часть нашего имиджа. Мы становимся более клиентоориентированными. Это для нас очень важно. Что касается конкретных экономических результатов, то, пример, северсталь, российская сталь. Только за последние два года различные проекты бизнес-системы вынесли свой вклад в виде более 600 миллионов долларов экономического эффекта, что, конечно, составляет существенную часть нашей экономики. Бизнес-система компании нужна для того, чтобы, вы уже сказали, экономические показатели показывают эффект от применения бизнес-системы. Часто сотрудники спрашивают, а зачем нам эта бизнес-система, если мы хотим просто трудиться на своем участке работы, выполнять свой участок работы? Зачем нам бизнес-система? Важно то, как мы работаем на своем рабочем месте. Просто работать недостаточно, надо хорошо работать. Надо работать эффективно. И вот то, насколько эффективно человек может работать, насколько он обучен, обладает необходимыми навыками, вот это все по-разному везде. И бизнес-система дает необходимые инструменты и возможности для сотрудников повышать свою квалификацию, возможность, овладевая инструментариями, навыками, какими-то новыми знаниями, повышать свою мультифункциональность, например, приобретать вторую специальность, делать что-то, чтобы заработать больше денег. А это, безусловно, устойчивость компании. И чем более эффективна компания, тем она устойчивее, тем, соответственно, мы можем смотреть с уверенностью в завтрашний день, быть уверены в своей экономике семейной, в своих зарплатах. Также, когда мы говорим о том, зачем бизнес-система нужна простым людям, мы говорим о безопасности. Это важнейшая ценность наша. И то, как мы работаем с безопасностью труда, с охраной труда, в этом есть нарезна, и люди очень хорошо откликаются, начиная от средств индивидуальной защиты, которые сейчас удобные, комфортные, и люди имеют возможность выбрать, мы тестируем постоянно что-то новое. Также и в вопросах обеспечения безопасных условий труда мы сделали серьезный шаг вперед. Люди это видят, ценят, поэтому для нас это важно. Бизнес-система сейчас в замороженном состоянии, или у нее есть развитие, есть прогресс какой-то? У нее есть развитие. И какие перспективы? Бизнес-система, поэтому и система, что она гибкая. Бизнес-система в состоянии подстраиваться под потребности бизнеса. И если мы в 2014 году в основном делали проекты бизнес-системы, направленные на снижение затрат, на управление себестоимостью, то этот год мы объявили годом клиента. Бизнес-система тоже разворачивается в сторону клиента, предлагая новые инструменты, разрабатывая вместе с клиентами, вместе с поставщиками новые способы ведения бизнеса, более эффективные. И для нас сейчас клиентоориентированность приобретает очень конкретное очертание. Это дисциплина поставок, это качество продукции, как минимум. Это то, за что клиент готов платить, то, почему они придут именно к нам. И здесь у нас есть соответствующие инициативы по тому, как выстроить или обновить нашу систему управления качеством, как улучшить показатели нашего производства, наших новых видов продукции. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо вам. Клиентоориентированность на Карельском Акадыше не просто слово из корпоративной терминологии. Это точность исполнения контрактов, умение договариваться и, пожалуй, главное – взаимоуважение и умение работать в единой команде. Светлана Францевна, расправляя флажки на карте, пункты назначения продукции Карельского Акадыша, говорит, что не всегда возможности комбината совпадают с потребностями клиентов. Но точность и обязательность в исполнении всех контрактов, договоров и графиков отгрузки – золотое правило для партнеров. Ну и, конечно, умение договариваться. Конкретный пример сегодня, когда сегодня поступила команда, или, вернее, просьба от нашего главного потребителя – это Череповецкий медкомбинат – изменить график отгрузки вот так, как им выгодно. И мы сегодня уже со своими специалистами отработали ситуацию, как выполнить график отгрузки, который необходим нашему клиенту, в то же время посмотреть внутреннюю логистику, а как же мы можем обеспечить просьбу нашего потребителя. При этом не ущемляя интересы всех остальных клиентов. Продукция карельского окатыша идет в Магнитогорск, Челябинск, на западно-сибирский медкомбинат, что находится на границе с Китаем, а также в финский порт Кокола, оттуда в другие страны. Сегодня давний, хоть и не постоянный партнер карельского окатыша – финский SSIB в прошлом руки предлагает наладить поставку магнезиальных окатышей. Это третий вид продукции. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, у нас возникает много проблем, которые мы вынуждены будем решать, и мы их решим, конечно. Для размещения магнезиальных окатышей необходимо наладить новую цепочку производства и организовать дополнительный склад. Сейчас между партнерами уже ведутся переговоры о поставке нового вида продукции в этом году. Доходы сотрудников Северстали вырастут. С апреля компания увеличивает заработную плату. Размер повышения зависит от оценки работы за 2014 год. Это означает, что сотрудники, показавшие в прошлом году хорошие результаты, смогут рассчитывать на больший рост оплаты труда, нежели их коллеги, оценка которых оказалась ниже. Конкретный размер увеличения зарплаты каждый работник может узнать у непосредственного руководителя или сотрудника службы по персоналу своего подразделения. По результатам исследования, публикованного на портале Superjob, всего 12% российских компаний в 2015 году готовы повысить зарплату своим сотрудникам. Это почти в два раза меньше, чем годом ранее. Выполнили в срок. В листопрокатном цехе производства трубного проката в Колпино завершен первый в этом году капитальный ремонт основного оборудования. Все запланированные работы проведены согласно графику и в полном объеме. Ежегодный капитальный ремонт основного оборудования длился 5 суток. За этот период сотрудники промсервиса совместно с прокатчиками выполнили сложнейшие работы на основном оборудовании цеха. В частности, провели ремонты на стане 5000 нагревательных и методических печах, постах управления, линии нарезки, механики, энергетики, гидравлики. Всего около 250 человек трудились в круглосуточном режиме. За отведенный срок они осуществили более 130 ремонтных мероприятий. У нас запланирован серьезный объем работ по нагревательным печам, по линии стана. По печам серьезная работа, которую мы ни разу не выполняли. Замена рекуператора на пятые нагревательные печи. Если переходим на линию стана, то это ремонт балок уравновешивания, замеры проема плити. И по большей части это подготовительные работы к осеннему капитальному ремонту, более продолжительному. Все запланированные работы завершились в конце пятого дня ремонта. Сейчас листопрокатный цех работает в штатном режиме. Уже скоро сотрудники ЛПЦ приступят к выполнению масштабного заказа. Производству штрипса для изготовления труб большого диаметра для строительства газопровода «Сила Сибири». Согласно тендеру, который состоялся в марте этого года, Ижорский трубный завод поставит клиенту компании «Газпром» около 160 тысяч тонн труб для данного проекта. Изготовлена первая клеть для нового стана холодной прокатки «Черымка». Работу поставщика оборудования принимали череповецкие металлурги. Несколько дней провели представители «Черымка» и Центра «Домный ремонт» в гостях у поставщика. Чтобы лично убедиться, все идет по плану. Сегодня уже готова первая из четырех клетей будущего стана холодной прокатки. 12 метров в длину и 150 тонн весом. Масштабы впечатляют. В результате поездки представлено нам было данное оборудование в собранном виде. И, так скажем, на всех участников произвело очень большое впечатление. То есть одно дело, когда ты смотришь на чертеже, а другое дело, когда это оборудование собрано, ты видишь его воочию. Уже летом первую клеть привезут в Череповец. А до конца осени планируется поставить все остальное оборудование нового стана. Агрегат позволит выпускать в год на 200 тысяч тонн холоднокатанного листа больше, чем производил его предшественник. Проект обойдется компании в 2,5 миллиарда рублей. Основным потребителем продукции четырехклетевого стана станут автопроизводители. Стали известны производственные итоги российской стали за март. А в Ленигорске открыли мемориальную доску в честь бывшего директора Алкона. Подробнее об этом читайте в свежем номере корпоративной газеты. О других событиях в жизни большой компании в рубрике «Новости» короткой строкой. На Череповецком медкомбинате завершился капитальный ремонт доминой печи номер 5. Работы выполнили сотрудники ремонтных подразделений дивизиона промсервиса, дом на ремонт, татяжмаша, а также подрядных организаций. Специалисты заменили транспортерные ленты, отремонтировали газопровод, оборудование, загрузки и конвейеры. Благодаря слаженной работе капремонт завершили на 10 часов раньше. Самый заметный дом на Ленинградском проспекте в Ленигорске получил знак отличия. На стене поместили памятную доску в честь одного из руководителей Ленинградского горно-обогатительного комбината 20 века. Петр Иванович Зеленов 15 лет до середины 80-х возглавлял «Алкон». Его таланты простирались далеко за пределы производства. Он стал автором архитектурного облика центра Заполярного города Горняков, за что в свое время удостоился звания почетного жителя. Накануне 9 мая музей «Память сердца» в Череповце приглашает сотрудников компании на экскурсии. Музей работает при Совете ветеранов. Его экспонаты рассказывают об участии металлургов в Великой Отечественной войне. Музей боевой славы начал работать в 2008 году. Специально ко Дню Победы о нем снят видеоролик. Посмотреть его можно на корпоративном портале, официальной странице дивизионов в социальной сети ВКонтакте, а также на мониторах, установленных на промышленной площадке. Очередной этап о сдаче норм корпоративного ГТО завершился. В нем приняли участие руководители российской стали. Они выполнили необходимые силовые упражнения, также сдали нормативы по альпинистскому кросс-фитовому мини-биатлону и метанию валенка. По итогам директорам вручат удостоверения и корпоративные значки с символикой проекта. Накануне Пасхи в одном из православных храмов Иркуты установлен новый колокол. Справиться с этой непростой задачей служителям церкви помогли работники угольной компании. На звоннице Свято-Игоревского храма, который расположен в поселке Северном, появился новый колокол. Купил его и доставил в Иркуту один из городских предпринимателей. А вот установкой более чем 200-килограммового колокола на 10-метровой высоте занялась компания «Воркута-уголь». Наши специалисты-строители разработали специальный проект крепления этого колокола в колокольне. Работники Воркутинского механического завода выточили специально по индивидуальному заказу детали, необходимые для этого. Работники Воркутинского транспортного предприятия приехали и водрузили этот колокол на колокольню. И на завершающем этапе работники шахты «Северная» помогли этот колокол смонтировать. Владимир Изофатов, что называется в миру, был строителем. Вот уже 10 лет он служит звонарем в Свято-Игоревском храме. Появление нового колокола Владимир считает важным событием. Говорит, что теперь звон будет более красивым. Этот у нас считался как благовест, который самый большой колокол. Но сейчас статус, наверное, конечно, поменяет, потому что у этого должно быть более мощное звучание. Чем больше колоколов, тем радостней звон. Это же закономерность такая прослеживается. На Руси же раньше не даром говорили, что было 40-40 в церкви. И иностранцы в Москву на Пасху приезжали послушать колокольный звон. То есть, когда все церкви начинали на Пасху звонить, это было, так и называлось, колокольная симфония. Чтобы прихожане и все живущие в поселке люди слышали по-настоящему красивый звон, колокол необходимо правильно установить. Занимаются этим работники шахты «Северный». По нивелиру они выравнивают положение колокола относительно горизонта. Это важно не только для правильного звучания, но и для долгой службы несущей конструкции. Благодаря помощи компании «Воркута уголь» все монтажные работы завершены до главного православного праздника. В Пасху любой желающий сможет попробовать себя в роли звонаря и собственноручно ударить в новый колокол. В «Воркуте» начались соревнования по волейболу среди команд предприятий угольной компании. Они проходят в рамках годовой корпоративной спартакиады «В единстве наша сила». Волейбол – один из любимых игровых видов спорта грамников. Об этом, по словам судей, говорит количество заявленных для участия в турнире команд. Их на одну больше, чем в других соревнованиях. Самостоятельно решили выступить работники юнигинского разреза. Обычно спортсмены этого предприятия объединяются с представителями Воркутинского механического завода. Расписание игр составлено достаточно плотно. Волейболисты выходят на поле практически каждый вечер. За неделю удалось провести два тура соревнований. Участвуют 10 команд, прошел второй тур, очень интересные игры проходят, очень интересно все. Кто победит, ничего неизвестно. Вот, турнир в самом разгаре. Напоминаем, что конкурс видеороликов продолжается. Впереди сезон отпусков, и поэтому мы решили посвятить его теме путешествий. Присылайте кадры из мест, где вы побывали когда-то, ну и, конечно, отправляясь в отпуск. Не забудьте захватить видеокамеру или мобильный телефон, чтобы потом поделиться с нами своими впечатлениями. Итоги конкурса подведем осенью. Присылайте видео на наш почтовый ящик. Северстальньюз.собака.gmail.com А это была программа Северсталь новости. Следите за событиями с нами. Так мы сможем достичь большего вместе. До встречи через неделю.